А что мне грязно по этому поводу? А что вы хотите изменить? Что вы хотите изменить? Хочу ли я это менять? Что вы хотите изменить? В Беларуси, России, то, что вы описывали сейчас, да? Она так будет продолжаться. То есть, если я не хочу быть частью этого, но хочу жить там, то что мне не дают? Ну, знаете, я написал одно, если вы хотите, чтобы вы как в Швейцарии, приезжайте в Швейцарии. Но это лучше жить. Но дело в том, что ни в коем случае нельзя говорить о том, что там жить невозможно, невыносимо и так далее. Кому-то невозможно, а кому-то очень хорошо. Во-вторых, есть замечательный философ, я бы на вашу миссию его позвал. Да, поговорите. Он преподает... Не у вас ли он преподает? Может быть, он и у вас преподает. Джон Грей. Он написал довольно много работ философских, где он... Одна из книжек называется Heresy. Так и называется. Ну, вторая... Ну, много книжек, потому что одну из книжек называется Unhuman and Other Enemies. Он вообще такой иконопласт и очень серьезно критикует западную идею либеральной мысли. Он утверждает, очень аргументированно, что либеральная мысль сама по себе подсознает насознанная религия. Религия, которая возникла на основе физикиристов, Сан-Симон, Фуриет, тех самых, которые использовал Макс. И он смеется над этим. Он говорит, что это, в общем, принцип религии, вера в прогрессе. Религия... То есть он говорит о том, что вера в прогрессе – это иллюзия. Он говорит, научно прогресс происходит, потому что знания кумулятивны. Кстати, говорит экономику, он не относится к науке, он считает, что это любая наука, которая очень важная часть из них – этика. Он говорит, что в физике нет человеческого фактора. В экономике есть человеческий фактор. И человеческий фактор, кстати говоря, привел к графу Волстрида. То есть, как только есть человеческий фактор, есть этика. А этика – вещь относительная. И он говорит, знания аккумулируются, этика нет. Этика не аккумулируется. Достижения этические какого-то общества могут очень быстро исчезнуть и прийти на следующем поколении к концу. Можно говорить о немецкой этике, о великих Шопенгаве, Канте, Гегере и все остальное. Но все это пришло к фаникменту или к опытам надлезней в авушнице. Этика рухлого – бум! Понимаете? Не обязательно, причем быть… Человек, а он говорит, что человек может стать животным в течение трех часов. И не обязательно ему быть пленником, он может быть даже тюремщиком. Да. Понимаете? Поэтому, поскольку этика не аккумулятивна, поэтому не надо верить в то и думать о том, что мы движемся все по спирали к лучшему. Человек лучше не становится. Он всегда так умеет те же самые страхи. Страх смерти, унижение, голод и холод. Все. А страх смерти – это страх своих детей, пандемистов и прочее. Поэтому, вот Джон Грей говорит, что люди – это единственные животные, которые не могут жить без цели жизни. Life without a purpose. И человеку обязательно нужна цель. И он говорит, почему, как он сокрушается и не говорит, почему не может быть цель жизни просто видеть, просто учиться. Как же он повторяет правду знаменитого йоги, он говорит, относись к каждому встречному, как к своему учителю. И я думаю, что видеть важнее, чем добиться неких желательных целей. Возможных – да, но не надо добиваться желательных. Надо искать возможность и двигаться в том желательном. Поэтому говорит о том, что как изменить – не знаю. Вы можете менять свои личные примеры. Но потом все равно цель жизни – все-таки жить. В вашем возрасте вы так не должны думать. А я должен. Но все-таки самое главное становиться кем-то. А становиться кем-то – становиться продуктивной индивидуальностью. Лично. Продуктивной индивидуальностью. В любом обществе у нас. А все шедевры были созданы, как правило, в искусстве той самой жестокой ценности. Все шедевры были. Ренессансы были созданы, когда костры горели, понимаете, инквизиции. Дон Тихот был на этой инквизиции. Раковый корпус был на этой инквизиции. Как говорят, ну, понимаете, так что свобода – это не… Вот как раз Грэй об этом говорит, что свобода – это не главная цель человека. Потому что, во-первых, ее нет, а во-вторых, это иллюзия, потому что концепция «истина вам даст свободу» только находится в возрасте Библии. Истина не дает человек свободу, она дает нескоро, если говорить о других частях завета. Поэтому, когда вы говорите, что вам делать, становитесь продуктивной персоной любого общества. Вы должны быть лучше других, с пчелками. Тогда вы будете нужны. Андрей Сергеевич, вы говорите громче. Я глухой. Погромче. В мире уже никому не секрет, что Россия является страной, где правит максимозно-коррупционный режим, где не служат права и свободы. Это особенно стало понятно после того процесса с Казарговским. Скажите, пожалуйста, российские деятели культуры и искусства, что они могли бы предпринять, и могут ли они предпринять, чтобы каким-то образом повлиять на ситуацию? Потому что те, находящие в последнее время процессы, они, конечно, оттуда пугают и граждан России, и, естественно, пугают туристическую систему. Вы знаете, я трудно с вами согласиться, что абсолютно стало ясно, что коррупционный режим. Ну, во-первых, начнем с того, что все режимы были коррупционные в России. Ни коррупционного режима не было. Другой вопрос, как понимать коррупции. Относительность закона. Правильно? Относительность. А когда была безотносительная закона? Никогда. Это является национальной причиной, национальной чертой. Национальной чертой было, что купцы приходили, говорили, и клали ему. Нам говорили, вставали, читайте, и клали, и осетрог, а знаете, что? Настолько свидетель на политические слова. Ну, гражданство, это дети. Это, понимаете, вы говорите совершенно. Ничего, власть ни в коем случае не стала хуже. Она была как была, так и осталась. И она будет такой до тех пор, пока в России не возникнет буржуазинок. Она другой власти не может быть. Будет сидеть и Харяковский, и кто-то еще. Харяковского было, и будет все равно. Потому что, если вы сегодня возьмете всех элегантов, всех, да, всех, и всех спасаетесь, предположим. Ручше не рассказать. Хорошо! Вот теперь давай твоим обществом поделим и возьмем такие же почки и новые. Поэтому вы опять говорите не о климате на этой дороге, который изменит нельзя. Ну, климат, солнце, дождь, снег, солнце, дождь, солнце. Климат изменить нельзя. Нужно думать о том, как прививать семена, другие морозостойкие вещи. А я об этом и говорю. Что надо менять ментальность. Как менять? Сложно. Но, я думаю, что уже, понимаете, уже, во-первых, начнем с того, что, к сожалению, запад не может нам помочь. И не хочет. На мой взгляд. Почему? Потому что, для того, чтобы нам помочь, нужно не деньги дать. Да? Нужно не... Говорят, что у вас... Говорят, что у вас права с правом человека плохо. Это все, если вы говорите, что у вас права... Тогда не заключайте контракты на миллиарды СБТ. Понимаете? Западу деньги важнее, чем некая демократия. Ну, ему лучше, когда в России нет демократии. Потому что здесь в корзине нет. Лучше, когда кого-то там убивают все время. Понимаете? Потому что, ну, Россия, она такая, понимаете? Никто не замечает, что кого-то убивают, когда в Сурдовской Аравии обезглавили кого-то, понимаете, официально, между телевизорами. Или что-то еще. Никто не замечает, потому что там все плохое. Понимаете? Поэтому двойные стандарты к России были и есть, и России приходится самой строиться. Понимаете? Потому что, если бы мы были конфуцианты, то было бы гораздо по-другому. В общем, у меня была бы другая система.